Утром суббота на путепроводе, соединяющем проспект 60-летие октября с улицей Павла Морозова, в сольную аварию попал водитель Тойоты Олеон. Автомобилист оказался за пределами дороги после попытки перестроения из ряда в ряд. Машину выбросило с проезжей части из-за скользкой изморози. Седан легко перелетел через засыпанное отброшенным снегом ленточное ограждение, которое сыграло роль трамплина. Вызволять застрявший в кювете автомобиль пришлось при помощи автоэвакуатора. Водитель не пострадал, пассажиров в салоне не было. В сводку ГИБДД авария не попала. Ничего, кроме своего автомобиля, хабаровчанин не повредил. Нерегулируемый перекресток в центре города днем субботы не поделили водители Ниссана Жук и Тойоты Виш. Водитель минивэна ехал по главной дороге – улице Дзержинского со стороны Муравьево-Амурского Кленина. За несколько секунд до столкновения с красным кроссовером он тронулся от пешеходного перехода, дождавшись разрешающего сигнала светофора. Никаких помех на своем пути он не ожидал. Появление Ниссана, приближавшегося по Уссурийскому бульвару со стороны Амура, было неприятным сюрпризом. Предпринять действий не успел ни один из водителей. Машину ударом выбросило на тротуар. К счастью, пешеходов в этот момент там не было. Водитель Жука говорил, что просто не заметил оппонента. Другой перекресток в центре города стал местом встречи двух дорогостоящих иномарок. Митсубиши Л-200 и Инфинити столкнулись на пересечении улицы Волочаевской с Амурским бульваром. Порядок проезда здесь также регулируется знаками приоритета. В этом случае со второстепенной дороги выезжал хозяин кроссовера. Мужчина двигался по бульвару в направлении набережной. По главной ехал водитель внедорожника. И в этом случае шоферы увидели друг друга в момент, когда точка невозвращения была пройдена. Инфинити врезалась в едущий поперек пикап. Если служебный Митсубиши не требует длительного и дорогостоящего восстановления, то автомобиль виновника ДТП нуждается в серьезных финансовых вложениях.